В частности, методом плазмы снижения гаджа в трубе. Преимуществом данного метода является возможность, ну, во-первых, инфицировать линии, прямую инфирозную трубку при относительно низкой температуре по окошке, ну, и, плюс, обитать на высоких скоростях роз. Поскольку в эксперименте у нас, ну, в основном, в этих элементах инфицировать не одна натрубка, а рецепт на трубах, это во-первых, во-вторых, поскольку условия синтеза у природных натрубок данного метода, ну, как бы, диетически изученный слаб, поэтому мы создадали стелью построить магистрическую модель, которая бы описывала, развитого роста, ну, в данный метод плазмы, мы считаем, что мы рассматриваем следующую модель. Начнем. Сознатрием роста у природных натрубок в присутствии катализатора. То есть катализатор нам не сходил для того, чтобы делать первоначальное формирование натрубки. Далее, в дальнейшем предполагаем, что дыше натрубки замкнута, и у природ встроилась на границе разъемного натрубка катализатора. Да. Радикалка при этом находится на подложке, у природа может приоритеться либо у радикалов не водорода, либо ионный ионный водород из плазмы, и может уходить с поверенностью за счет приспорения либо взаимодействия с водородом. Значит, мы предполагаем, что на поверхность на натрубах у нас убеждают радикалов не водорода, ионный водород, и атомы водорода. Значит, не травмящиеся такие радикалы и радикалы, или ионный водород, и атомы водорода могут обсуждаться где-то на 1-3 микрометра от вершины. Далее мы считаем, что вот в этой области у нас обсуждаются только ионный углеводород. Ну, и вот в этой области у нас обсуждаются по всей поверхности. Значит, мы считаем следующие процессы на подложке для определения нашей модели. Значит, свидание, что в режиме моделизатора у нас происходит, поскольку там только есть ионный углеводород, у нас происходит латильный спад, также происходит испарение углеводородов в поверхности, происходит также граница антитудии атомов, сегатурами, характеризуемых коэффициентами в нашей антитудии, и встраивании атомов углерода, атомов углерода, атомов углерода, атомов углерода, структурного ассортизи велика колебанка. На решении на другом предполагаю, что происходит следующий дополнительный процесс, помимо вычисли исчезновения, происходит еще отсутствие десоциации атомов углеводородов, десоциации углеводородов и онлеводородов, и реакция садильных частиц, садильных частиц водородов и складных на объем. Учитывая все эти процессы, мы записали уравнение баланса масс для углеводорода, водородов и углерода на поверхности на трубке. В жизни катализатора уравнения будет следующий программ. Мы немножко возвращаем и получили уравнение баланса масс для углеводорода, и в жизни катализатора мы получили такое уравнение. Значит, уравнение 4 и 6, мы решенщики уравнения, мы искали следующий медик, используем следующие граничные условия, которые представим на этом плане. Дальше, получив скорость концентратора, получив концентрацию углеводородов, и, например, на трубке мы получили скорость с прошлой на трубке. Вот, достаточно громоздкое выражение. Мы рассмотрели также предельный случай, интересный из которых является, что когда у нас на трубке такой длины, что на ней обсуждаются ионы, и нейтралы равномерные, мы получили следующее выражение, которое было уже получено в следующих работах до нас. Вот, и также в случае, когда уже на трубке у нас достаточно длинная, выполняется вот этого уже в нынешнем слое, и оказывается, что рост на трубке уже не зависит от длины и от постоянной скорости. На этом слайде специальной зависимости от роста, скорости роста на трубке от его длины, мы видим, что при высокой температуре подложки у нас происходит резкое падение скорости роста. Поскольку у нас далее уменьшает длина атомов, пирозов в производстве, при низклюже температурах подложки у нас происходит резкое увеличение скорости роста на трубке. Объясняется увеличение древних пребывания атомов в природе и сист GeneCla. Также при увеличении нагнутрации ионов у нас также увеличивается скорость роста на трубке, что связано с увеличением длины и атомов на трубке, связанным слья plötzlichом процессе сша, Мы построили зависимость времени находения атома глироза на поверхности натрухи. Действительно, видим, что при нижней температуре подложки, пока натруха маленькой длины, у нас время пребывания значительно меньше, чем когда натруха вырастает. Соответственно, за тем, что у нас уже взаимодействие атома глироза и водорода в виде атоллижатора, это нам признается то, что скорость просто увеличивается при нижней температуре подложки. Дальше в основе зависимость от эффективного потока углерода от температуры подложки. Видим, что при высоких температурах, пока натруха маленькая длина, у нас эффективный поток углерода на поверхности значительно больше, чем когда натруха становится в ней. Видимо, это связано с тем, что пока она маленькая, еще происходит инъективно-клиническая диссоциация. При нижней температурах мы считаем, что генератор глироза происходит в основном за счет ионной бомбардировки. Знаете, у вас происходит различие на длины, наверное, с антифузии, у нас температура, которая является функцией времени пребывания атома глироза при относительно натрубки, и в результате пройденной работы мы можем сделать следующие выводы. В работе была разработана модель, которая отискивает рост, то есть у глирозных глирозных натрубок присутствует плазма. Она учитывает неоторонность создания частицы сплазмы на их поверхности. Наверное, мы считала, что при больших глинах нетруднодруги существует область, которые за fertilizer только ионных флазм. Дальше показали, что при больших температурах подложки скорость рост там друба падает, при больших глинах в средстве уменьшение эффективного потока глироза на поверхность на друбке согласнуюсь экспериментальными данными с результатами чуть линиевой модель as обacğim deja тем длину рост там глиратор. Также показали, что при малых температурах подложки скорость надрубки нас может увеличиваться, в связи с тем, что время пребывания атома с нейроза в виде катализатора выше, чем наличие нейроза трубки, и в связи с тем, что в виде катализатора практически отсутствует взаимодействие ацербированных атомов нейроза с водородом. Доклад закончен. Спасибо за внимание. Спасибо. Какие вопросы по работе? Характерная скорость роста нанотрубов, там, миллиметры в часы, там... Микрометр в часы. Микрометр в часы. Микрометр в часы? Да. Да, 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 микрометр в часы. Еще какие вопросы? Есть вопросы, пожалуйста, пожалуйста. То есть, а что было в основании ограничить круг углеводорода, вот, пускай, аж ты, я там видел, а куда остальные углеводороды делить, как-то будет, и социациями там? Ну, остальные углеводороды тоже есть. Но мы, как говорили, первоначальную модель, пытались посмотреть вообще, что будет, да, если мы ограничим падение... К сожалению, там есть другие радикалы, и там их достаточно много, но мы с первоначально смотрели пока что маленькая модель, пусть будет такая модель, изнутри... Какая модель, изнутри... Какая модель? Какая модель? Жалко. Чисто экспериментально. Чем ограничивается максимальная длина трубки? Максимальная длина? Мы сейчас уже вырастили в грабонии 18 кантиметров. Сколько? 18 кантиметров. Кантиметров? Да. Да, но пока что вырастили еще там микрометры, там тоже еще очень темно длины. Варьируются условия, то есть, забрать температуру ладошки, показать на их физическое поле, чтобы они росли и никуда не падали. Ну, как сказать, это тоже. Но сейчас уже вырастили в грабонии, чтобы это вырастили. Еще есть? Да. Вот эти 18 кантиметров это какой-то рекорд? Да, да. 1,18 кантиметров. Или они уже могут какие-то макроскопические размеры выращивать весь детский? Нет, это рекорд. Это будет как бы выращивать намного меньше, и то она не совсем прямая, она немножко кривая. Но они просто очень не хотят, потому что она длина. А так вообще у грабонии очень-то золотые. Поэтому так и все завистили. Есть вопросы еще? А что значит немножко? Ну, она вот в такой вот форме, получается, она росла прямая, а потом немножко вот нахватила. Магнолы достаточно. И на какой длине это? Ну, она уже там сантиметра через 13. Да. Вот так наливается. Настолько прям? Да. Ну? Ха-ха-ха-ха. Вот приспособить эту теорию для того, чтобы... Ха-ха-ха-ха. Хорошо. Нет вопросов? Нет вопросов? Хорошо. Спасибо. Спасибо.